Привет, дорогие друзья! С вами Серафим. И, как обещал, видео о том, как мы успешно выполнили все условия новогодней акции от Wargaming. Получили наш китайский подарок от белорусского Деда Мороза на Новый год. Утром 1 января, буквально, он уже был у нас под ёлочкой в ангаре. И подарочек, скажу вам, очень даже неплохой. То есть, сейчас на заднем плане, на фоне, вернее, вы будете наблюдать первых два боя сыграл. Ну, вот там, первый бой был тотальный слив, извиняюсь. А второй бой был, ну, так. То есть, немножко всё-таки удалось где-то там что-то пострелять. Ну, и, тем не менее, танк я проявил очень даже неплохо. Я чуть-чуть голды с собой зарядил, но она и не понадобилась. То есть, просто мне рассказывали, стращали там, что вот на нём, вот на голде, это самое оно. Ну, его кидает, по идее, максимум к девяткам. То есть, льготный уровень боёв к десяткам не попадает. А это очень приятно. Вот. И танк, на самом деле, очень мне понравился. Даже вот за два боя я ещё поиграю. Может, потом расскажу. Ну, а так мне очень нравится. Особенно, что он бесплатно достался. То есть, как и обычно, поиграл немножко. Ну, и за это получил танчик. Хорошо, хорошо. Вот. Так что, перейдём к нашим итогам. Итак, акция прошла достаточно легко. Я думал, будет гораздо всё сложнее. Я её выполню, ну, там, впритык или, там, буду еле успевать. То есть, были варианты, я думал, может, даже и не выполню. Вот. Ну, тем не менее, всё получилось на ура. Хорошо. Выполнял акцию с 15 декабря по 1 января. Почему по 1? Я уже в прошлом видео говорил. То есть, ну, 31 числа, то есть, особо не поиграл. Там, немножечко. Ну, и 1-го, там, уже оставалось мне добить, там, 1050 опыта на японцах. Что очень трудно. С ихними пукалками и картонной бронёй. Но, тем не менее, я это сделал, там, вечером 1-го. И вот уже танчик в ангаре. Что ещё? В общей сложности, если так брать, потратил 18 дней на выполнение акции. Из 35, которые нам были даны. То есть, грубо говоря, в 2 раза быстрее. Что очень приятно. Почему? Потому что, сейчас я вам расскажу, в каких темпах я играл. Вы просто потом поделите их пополам. То есть, можно, грубо говоря, почти не играя, получить этот танк в любом случае. Главное, чтобы у вас хотя бы 1-2 танка были у каждой нации с 6-го по 10-й. И всё. Больше ничего не надо. Даже по одному танку можно выполнить. То есть, я потратил вот 18 дней. И за 18 дней я наиграл 103 часа. Много, кажется? Ну, много, да. Но, это было 874 боя. То есть, кажется, ещё больше, да? Ну, вот смотрите. За один день, в среднем, я проводил 49 боёв. Это, скажем так, не очень много. До 6 часов. То есть, если поднимать там 5 с чем-то, ну, я округлил 6 часов. В районе 6 часов. За один день 6 часов. Тяжело провести или нет в бою? Ну, если сразу, то я думаю, да, без перерыва это будет тяжеловато. Ну, а если с перерывами, скажем, утром 3 часа и вечером 3 часа. По-моему, уже не так много. А если утром 2 часа, потом там позанимались делами, потом днём сели, там покушали, там в обед, там ещё чуть пару часиков поиграли. Вот. А потом вечером ещё на 2 часика и всё. И классно. Так можно. И очень даже легко. Так это при том всём, что я как бы выполнил в 2 раза быстрее акцию. То есть, вот представьте, если выполнять все эти 35 дней, то есть от и до, то вам понадобится, грубо говоря, вообще с моими темпами, а у меня темпы были очень слабые. То есть, я наносил, сейчас я вам скажу, в среднем 1200 урона за бой. И делал 1,2 фрага за бой. То есть, сами понимаете, это очень-очень слабенько. То есть, я достаточно средний игрок, хоть там и показывают этот КПД зелёненький, там всё такое, ну не верьте. На самом деле, я обычный средний игрок. И я умею играть так, что другие позавидуют, что там слиться за минуту, а то и быстрее. Вот. То есть, могём. Ну, бывают иногда и хорошие бои. Так вот, сами понимаете, вот с такими темпами, медленными, обычными, то есть, бывали бои, когда вообще вот минута бой прошёл, и я ничего не сделал. Меня там сваншотили, или там просто фигнёй пострадал, в кустах застрял, и всё. Вот. И тем не менее, достаточно, если растянуть на 35 дней, достаточно поиграть, скажем, 25 боёв в день. Ну, скажем, 3 часа в день. А что такое 3 часа в день? Даже если вот пополам разбить, вы утром полтора часика, вы их и не заметите. И вечером там полтора часика. Или сразу сели 3 часа, там утром отбомбили и пошли. И так 35 дней. По-моему, фигня, если честно. То есть, большинство игроков проводит гораздо больше времени в танках каждый день. Вот. Ну, я... Как такой игрок, ну, я могу... Могу играть, там, месяц сидеть, там, почти каждый день. А могу потом полгода не играть. Вот. То есть, ну, под нас рейн. Когда-то заставлял себя, но это ничего хорошего не привело. Поэтому пришлось играть всё-таки. Хочется играю, не хочется, не играю. И это самая нормальная тактика. То есть, вот уже второй бой. В первом бою так получилось. Я поехал, ну, как всегда, я люблю в самую-самую гущу событий. Мы там были вдвоём с КВ-3. И нас благополучно аннигилировали. Вот. Но, тем не менее, там, немножечко своё хп отбить успел. В этом же бою я выживу и постреляю немножечко больше. Ну, только немножечко больше. Там, буквально на один выстрел больше. Вот. И всё равно это тоже будет достаточно хороший бой. В прошлом бою, там, около 30 тысяч чистыми мы получили за тотальный слив. Там, ничего особо не сделали. Там, умерли. Ну, да, с премиумом, ну, тысяч тридцать чистыми. Здесь получится тысяч пятьдесят чистыми. Ну, то есть, в принципе, нормальный расклад для премиумного танка, это вообще замечательно. Я на тридцать четвёрке, скажу вам, с премиумом умудрялся иногда даже в минус войти. На прем-тридцать четвёрке. Представьте себе, мой навык игры. То есть, я даже так умею. Вот. Это даже без стрельбы голдовыми. Вот. Там у меня штучки три заряжены на всякий случай. Вот. То есть, смотрите. ВЗ-111 танкует бортом, танкует лбом. То есть, достаточно крепко держит. Понятно, ИС-3, по идее, должен просто вхлам его разбирать. Так как ИС-3 всё-таки прокачиваемый танк, а не премиум. С хорошей, замечательной пушкой, с читобортами, там, со всеми делами. Вот. Но, честно, если бы один на один, то есть, если бы не помогал бы этот мелочь пузатая, То есть, ИС-3 просто бы моментально ушёл в ангар. Ну, естественно, и мне помогли, уравняли шансы. Поэтому, замечательный танк. Вот эти два боя показывают самые средние бои, как вообще я играю. То есть, там где-то успел, где-то не успел пальнуть, где-то убили сразу же. То есть, это не эпические бои, повторяю. Эпические бои, вы сами прекрасно знаете, на премиумном танке 8 уровня, там, можно и 200 тысяч набить. Ну, я 1180 набивал на 304-ке, по-моему, с премиумом. То есть, без премиума я даже когда-то 150 тысяч набил. То есть, ну, это было раз в миллион боёв, поэтому это не показатель. А показатель, это обычный средний бой. И вот, смотрите, вот я вижу, да, тут 100Y, а потом, не, мало хп, зачем я свою плюшку. А вот, допустим, в этого парня можно дать, чтобы побольше снять с него. То есть, добивать, тем более, с косой пушкой достаточно. Скоро, как вы знаете, ещё точность орудий порежут. И с вертухи кому-нибудь в башенку или вообще там с разгона не получится уже стрелять в перекресте. Вот, поэтому этот танк, как вы видели, скоростной, ближний бой. Вот, и он может раздавать, танковать. То есть, приятный достаточно танк для игры. Понятно, орудие, может, не будет склоняться, там, как у Т-34, башней, может, не всегда потанкуешь так. Прекрасно. Но, нормально работает. Вот, пару карт. И тут, моих, ну, Сталинград, и эта карта, они мне не очень нравятся. Потому что я как-то не научился на них играть. Здесь я вообще в ущелье не поехал. Почему бы оно уже нужно? Потому что там надо ПТ-шить, танковать, ПТ-шить. Ну, а что, у меня косое орудие там, это, сильно не ПТ-шить. Мне надо ближний бой. Вот, поэтому танк меня, если честно, очень порадовал. То есть, акция достаточно простая вышла. Всем советую, у вас еще времени, в принципе, столько же, сколько мне было на выполнение. То есть, если посидеть вообще плотненько. Первые дни я вообще сидел, там, я не знаю, ну, там, чуть ли не, первый день я чуть ли не 10 часов отыграл. Ну, с перерывами, конечно, я там часа по два играю, потом перерывчик минут 15. Вот. И советую все-таки попробовать сделать это. Надеюсь, у Wargaming будут еще такие интересные акции. То есть, в свое время на ИС-6 я что-то как-то не постарался, когда была акция. Ну, зато ВЗ-шка есть. Вот. Поэтому, я безумно рад. Надеюсь, вы тоже. Надеюсь, вы тоже получите этот танчик. Так что, обязательно, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не пропустите еще больше интересных видео по танкам и не только. Все, увидимся в светлом будущем. Субтитры сделал DimaTorzok